СССР. Вот я вспоминал эти 13 джен-дженник Антона Кудлата, они так само дречи в Бойдучеву жест железный, и Змитер хочет особную некую такую брошюрку, и хочет это. Ну, думаю, да. Потому что эта речь, на самом деле, она выбитная, в свой час, я знаю, не хвалившись, скажу, что и Розанов, и такие мэтры, они говорят, Анатолий, такого, светлой литературы не мают, 13 джен. Там текст, я вот сколько годов прошло, и заразу этот текст просто вертаюсь, перечитываю, и сам у себя учусь. Потому что я не лечу, что это за слуга моя, что я написал. Она написалась про Змене, я пишу про сопроводных поэтов, когда некий прорыв, кто-то одной честь сказал, неверно, на такую думку почу, что, можно сказать, что поэтам мова, стихия мовы выявляется. Не мова, как инструмент для творчества, а сама стихия мовы выявляется простую теченьшую душу поэта. Вот это вот некая думка такая вельми новая и свежая, что стихия мовы, это на самом деле стихия, это першародная стихия, когда на початку было слово, и словом все это творилось, так безумовно тады, и она хочет выявиться некий, она и выявляется про проствори, про зверши, про зиншую мастасу, про музыку. Просто кому тяга, вот, выйдет книжка, это жест железный, с митерособным, там тады, а я, поскольку с контекстом могу вырвать просто, что это пособенности, если выкликает твор, даже ца, трнадцать день декабря, потому что там, как раз, першимися, лукнувся с Исом в восемьдесят девятом годе, на фестивале висночи, и мне тогда, помню, шокировало и уразило, значит, что, а тут все, о, гений, гений, значит, все, а потом, а я бачу, ну, повозь на человека, и думаю, я помню, у нас такая сцепка была, я говорю, это не было такое, это, стоим на ранку, я говорю, Анатолий, как ты думаешь, тот человек, который забивал цвеки в руки Христа, мог написать верш, який раз чулю бы иншара, а он, а кто забивал цвеки, я говорю, не знаю, я не знаю, а я говорю, я не знаю, что там за поэты, там, где Оргений, я говорю, я тебя читал, не читал, и читать не буду, что ты для моей души, ну, я бачу тебя в обыте, ты для моей души ничего не можешь ждать, говори с нами, давай лишь с вершами спрощаться, я поехал на эти кауны, ну, сыс, сыс, я тут же купил вот две книжки, ну, и вышел, ну, что, был сто процентов перегонанным, да не может там быть верш, вот такого, такого хама, такого грубого, не буду понять, что там было, я так прочитал, не схож, там, а сысе вот, сыса, ну, что значит, о, сыс, сыс, с проворот летели, а не бачу, ну, есть, то три, четыре, пять вершов, какие они кранули, и тогда мне устало питание, это я не лихадейся, ну, пушкинская это, як это, вот, да, а потом, когда я отрывалась, когда я в 90-м приехал в Минск, и отрывалась так, что сыс живет, на другом повесе живет, а я на третий, мы часто сносим, потом и посебровали, и все, али вот это долго, году три-четыре они могут для себя вырешить, як это так, что вот такие, ну, там, молодые такие, грубые, и он может писать верши, добрые верши, вот, и вот, в той час, я, коли працал в доме литератора, и в той час, не сдавался, почал успеваться, почал шукать, якби, гибели, и, али так, скажем, изощренно, каучу по-русску, чтоб его, об него у сей отвернулися, и чтоб все были виноваты в его, в некой, таком, трагичном заходе, да, а то мне так бачился, и я думаю, чем же его пронять, я помню, был тогда зъезд ТВМ, и, значит, я пишу верш, и эта верша, потому что машина, там бедро не было, другую на машинце, и, значит, ввершу ладошку объяв, и захожу в бар, там, барбову, и сосу, урожаю эту вершу, тут, ух, все знают, что досили, и тут цис, через какие-то, а, ловят меня на коридоры, ну, здоров, там, поэт белорусский, и тянет руку, и опять я руку не подам, ты откажи достойно верша мне, я анализом поэзии не занимаюсь, как раз ты им занимаешь, помнишь, 3 года назад ты сказал, давай спорчаться вершами, я написал, через черга, потом, а снова вверш, ну, что ты, все от меня отвернулись, и снова, как только, значит, я подсеснул руку ему, я твоим вершам смаркачи выкину, вытер, хоть на вертолете, тут, раскидай их, мне там все, дай, 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 ляпачки твои верши, а верши были такие, вот, из этого верша, в принципе, она и почалась, трнадцать джен-дженника, то, что, юн верш, я хотел зачатить заживое, шоб мне, шоб, ну, шоб отдернуть человека, ну, я, бач, уже, калю, калю музей близко, и мы помогал, да помогал мне на квартиру переселяться, мы собравали, и я думаю, ну, за шо ж его зачипить, я не пробиваю мы таки чайку, я думаю, ну, верш не достану, и этой верш, в принципе, годы два-три трыма у меня на взводе, потому шо, вот, и подошли до меня функционеры с дома литератора, Анатолий, давай, сэса, сдадим психушку, типа, в АЛТП, я не буду назначать проще, я говорю, вы же сдурели, ну, я, давай, вот, коллективное письмо, и, значит, туда, я не зразумевшо, они думали, шо он мне сэс так насалив, шо я знаю, что такие верши уже, шо я ему, типа, ворох, шо и, типа, моими руками, там, типа, уже, давай мы его туда организуем. А верш были такие, вот, Анатолий Сусу, вот так, из этого, в принципе, верши выросло этих тринадцать джон джоника. А, я тогда два верша прочитаю, потому што они, верми, связаны. Я ранее, верми, не разумев, людей, которые пресечают верши инши, ахверуй, так, а сэса тоже есть, ахверуй верш там, ахверуй верш там, ахверуй верш там. Я до этого верша, до Сусу, я никому вершам не пресечал, это, ну, такая моя творчая кредо была, позиция. И тому, как разумеется, будет значиться контекст, но вот в этом сборнике я прочитаю два верши. Пешень, не охверую верш никому, не маю право, неродным, близким, не знаю. Теля забавы, не коли верши не писал я, кривей и болем, Косил быльнёх и разнотравня на поле доли. Жить всё, ложилась ротками, коса звенела, коли находила на камень, но трон взболела. И что у пихлешек засталося, моего, на поты, Да к там спаловаю колоссия, работа спота. И сей бит придер, и адвее, чтось для потребы Палову спавить, а на сенью посею глебу. Не пресечу никому верш, не маю право, Бо навод не писауся перши, деля забавы. Не бы то цацку подарить ротки пииту, Коли душою не горышь свое небыто. Кто б з вас, ахверников таких, Зымпетом и запалом, мог подарить Не мёртвые ротки руки ковалам. И следом идей веш Анатолий Сысо. Музаю чёрной гончаны, заручены дьявольским злом, Бредешу разгуля пьяну, и душ ведешу назло. А юда не той, кто чёрный, и жид не горбатый нос, А той, кто в весёлых жорнах расплющит славянский нос. И ты серод их найперши приблудный искариот За тридцать продажных вершев на стенках носи свой рот. И что у тебя там под маской со скурой хиба сорвать, Жидовская хижа с ласки, перевороти, паяц, По душах людских и сердцем. Не бы под ногами бру, а потом поплачешь вершем, И всё это лёгко зру. Патера и боли стерпить, молить не тебе живым. Скажи, ты не пишешь верши кривёю чужой души? Как не пишешь верши? Кривёю чужой души. Ну это так. Так душа покидает тело, А ты ходишь взорный шляп, А зернецая она не смела, И подумая с покваля, Гэтым телом любить хотела. И болела мне гэтым телом, С гэтым телом жить всё была. От болела я, но смерть свела, И душа покидает тело, От летающую вечную шляпку. Но завсёд её кидая, Прод неведомой той дорогой, Оповитая чёрной смугою. И куда я лететь, не знаю, Мода дьяблок, а мода Бога. И надея, как свечка сгорает, И не изменишь уже ничего. О, душа покидает тело, Растревоженное, неспокоенное. Так и люди на свете белым, Развередженные тугою, Ни одной чьи сумленьем бачать Недосяжной каханой в очи И слезой, яковой орачай, Отыкается ни одной чьи. Их сумленья хистая су светы, Святым духом таких ночей, И светло от вачей Заповедом нечитаны, Новейшим пяче. Пожицёй идут в дорозе, Мчат на берег, глядят назад, Як варьяты в тузе трывозе, На каханье своём глядят. И оно ни одной чьи глянье, Сердце правдою отболело, Так кидает зьяны в каханье, Як душа покидает тело. Брать по такому великому рахунку, У нас в старожительности, Скажем так, сирот нашего народа, Были такие люди, скажем так, Волхвы, вершуны, усняры, По-разному их называли, сказители. Это люди, які будзили народ. Это люди, які, скажем так, Народ, сблузившися, Ишов нет ими шляхами, Приходил такий чоловек, У ищих народах его называли пророком, Який показывав шлях, Який подказывал, Який обуджав души, Для того, как чоловеку вспомнил, Кто он таки, Что он робит, для чего он пришёл. Коли некие моральные критерии Гублялися между народом, И починалися войны, И такие люди з'являлися. Яны и дады дух нации подымался. И ось, каля повеликому рахунку, Моё такое меркование, Поэт миновита им повинен будзиць, Он повинен обуджать, Каб души, Які амаль наповживые, Повмёртвые, А які спять, Каби они обуджалися до життя. Они вспоминали, Чаго они у Бога ли пришли в этот свет? Что им тут робець? Дзеле чаго чоловек живе? И каля, на мою думку, Каля поэт, письменник, Не подымай гэтых вечных пытаньев, Целе чаго Йон живе, Целе чаго, Каля Йон отказывае, Для себе на гэты пытанье, Тады, З яго прозы, З яго поэзии, Некто інші так само може почертуть некую, Скажем, Исчину, Не абсалютно ісчину, А абсалютно ісчину, А абсалютно ісчину на Бога, Але до крануться до гэты огня, До гэты струменчика правды, І смага так, І хочеться глыкнутися один раз, І будь цим знову живе, Той же саме робить суправданна творчаці, З ящину. Я, Коли, Як я прочитав, Сборник одного поэта прочитав, І мене один верш, Ні один верш, Не зачерпів, Я його, Читати не буду. Махчимов, Скажуть так, Коли поэт написав один-два верши, Уже я, Як только не напрасно народився, І недаремно взял руки в осадку, Коли хоч два-три верши, Як там Пушкин сказати, І якщо обо мне, Хоть единий друг напомнят, Хоть один звук, Пушкин в своє время сказав, А потон, Я не бил, Я не цитавалю, Это Пушкин, Скажем, Величина таленту, І величина, І на колькі маленькі запросу Пушкина була, І щоб обо мне, Як единий друг напомнят, Где-то там в двіках, Хоть единий звук, У кого-то там был, Я помню, Ще одного поэта було, С серебряного века, Значить там, Що-то там, Хоть строкой где-то там блеснут, Или там, И один стих там, Ну и приходить Маяковский там, Со своими 120 томов партийных книжек, Хотя Маяковский тоже поэт нормальный, Я, В свой час, Коли вот Маяковский открываю для себе, Дотыкаються в уголе, Никого не знаю, Один только Маяковский, С этими рывками, С этими сам, И он так само, Я дядьми шмат унес, Это самую, Литературу русскую, Особливо, Волось. А чого я там все сказал про Пушкина? Не знаю, Можно прямо песню сказать, Может, Пытания к ней, Йосикова?